Продолжение следует... Продолжение следует... Мы сегодня, как вы уже заметили, мы сегодня стоим не возле гаража, потому что эта хрень не помещается у меня возле гаража. Вот я ее поставил, короче, на объездном пути. Что, в принципе, это такое? Это аппарат на воздушной подушке, мать его, походу, на который можно что-то загнать, потому что вот шлюз какой-то открытый, вот этот. С той стороны такого нету. Нету здесь, все закрыто, все закрыто, все запечатано. Данность, опять же, опять же, я хочу начать с того, что данность, пригодность и вообще разумность данного мода, она вызывает сомнительное, очень сомнительное такое чувство, знаете. По одной простой причине, потому что это должна быть открытая, ровная практически карта. Я не думаю, что эта хрень сможет ездить через горы, тем более через деревья, но буду рад ошибаться. Может быть, она выламывает деревья. Я не тестировал, я ее только заводил, и звук мне понравился, и сейчас, естественно, это сделаю. Я специально добавлю, чтобы вы послушали. У меня звук постоянно в левом динамике, в наушниках. Я не знаю, с чем это связано. Короче, вот такая хрень. US... US, короче, ну, буржуйская хрень. Валы. Даже сделали такую анимацию интересную. Здесь валы, здесь двигателя, смотри. Даже идет, так скажем, теплый воздух. Есть вид от первого яйца, естественно, без него никуда. Где мы находимся? На какой-то, наверное, капитанской рубке. Хотя я сомневаюсь, что это капитанская рубка. Я не знаю, что происходит. То есть, что-то... Что-то пролетает. Время 10.26. Пройдено... Пройдено 6 метров. Пройдено 6 метров, написано. Я не знаю, почему вот эта вот хрень, она летает. То есть, с чем это связано, вообще непонятно. Вы заметили? Здесь действительно пролетает эта хрень. Я ее попробую поймать. Но это нельзя сделать. Да. Ну, я думаю, что вы заметите. На ютубе можно сделать очень медленный просмотр. И вы заметите эту табличку. Вот. Которая, мать его, пролетает постоянно. В общем, эта хрень, насколько... Насколько я понимаю, она работает. Давайте я обратно убавлю. Потому что иначе меня ни хера не слышно будет. Вот. Моя болтовня. Никому не слышно будет. Звуки свои. Я не знаю, кто записывал. Но прикольно. Для какого лешего сделали эту приблуду? Я, ребят, не знаю. Меня не спрашивайте. Я вообще не подозреваю, зачем эта хероблуда нужна. Так, подождите. Аборт закрывается? Трап, естественно. Давайте сначала попробуем прокатиться просто так. Так она вообще ни хера не едет. Ну, то есть, вот, смотрите. Небольшой уклон идет. Градусов где-то 35, наверное, максимум. Вот. И эта хрень, она не едет. Она не едет, не плывет. Я не знаю, как это называется. Плавает она или ездит. То есть, я просто никогда не сталкивался с суднами на воздушной подушке. Но, опять же, целесообразность данной модификации, она, знаете, она очень сомнительная. Я уже повторяюсь. Откройся. Давайте поставим какую-нибудь машинку, машинешку и попробуем загнать на него. Да вот, B57, давай поставим. Давай, давай, еще что-нибудь поставим. Бизон, Шевроле. Нет этого. Ну, да, в принципе. Почему нет? Давайте попробуем загнать. Загнать незагнанное. Ну, да, въезжает, въезжает. Машин сюда можно загнать очень много. Как я уже и сказал. Но мне не очень понятно, за каким уем, в общем, это нужно. То есть, мне не ясно, если честно. Лишь бы сейчас этот хероблуд загнать. Не, нормально. Нормально, заезжает. Ну, то есть, штук шесть машин сюда загнать можно без проблем. То есть, потеснее поставить и будет все хорошо. Хорошо. Пересесть. И как? Элькак. Элькак, это приблуд называется Элькак. Как, ну, она Эль. Полетели. Управлять данной хренью, ну, здесь очень трудно понять. То есть, можно ли ей управлять передачей всего две? Я не знаю, почему она такая медленная. По факту, эта хрень, она, по-моему, наверное, и десантуру возит. Или еще кого-нибудь. Ну, то есть, она для военных целей предназначена в основном в простом обиходе. И я не думаю, что кому-нибудь в башку взбрело бы такую хрень себе купить и поставить ее в гараж к себе. Ну, во-первых, нужен гараж, как футбольное поле. И вообще целесообразность, видите, она даже не едет. Она просто тупо не едет. А вот и колесо появилось. Замечательно. Вот колесо, видели? Вот оно, колесо колесное. Отлично, отлично. А сколько их всего? Давайте состояние нажмем. А, их там много. О, господи, сколько же их там? 39, 38, 36. Короче, где-то около 40. Но я вижу 39. Последнюю цифру, буду рад ошибаться. Ну, вот здесь вот, я не знаю, как поедем. Давайте попробуем. Едет? Едет. Ну, столько-то колес. Глупо, если бы не ехала. Вот она даже не пролазит у меня здесь, вот, где 18 машин проедет в ряд. Смотрите, она, по-моему, валит, она деревья валит. Нет, ей разгончик нужен, этой хрень. Какая удивительная хрень. Какая удивительная хрень. Никогда не думал, что на подобного рода дерьме буду ездить. По-моему, она немножко большая. Я не знаю, сделаны ли размеры один к одному, но мне кажется, что она чуть-чуть большая. Ну, как чуть-чуть, совсем большая. Давайте в обратную сторону поедем. Так. Или как нам нужно? Так. Ага. Витилятор займет, хорошо. Добавить. Оп. Есть. Вперед! Вперед! Ручная, блядь, моторная лодка. То есть, получается так, что, как бы, ну, с моей точки зрения, мне кажется, что это чересчур. Это уже перебор и достаточно большой перебор. Во-первых, очень медленно передвигается. Во-первых. Я знаю, что эти подушки, ну, сюда, на воздушных подушках, они очень быстро передвигаются. Очень быстро передвигаются. По сути, они, как бы, летят, получается, над поверхностью любого покрытия. Но здесь эта хрень, она ползет хуже запорожца. Извиняюсь за такой каламбур, но действительно так и получается. То есть, и мне не очень-то понятно, так скажем, что, что, то есть, надо ли ее или не надо. Но это, я думаю, что это вы напишите мне. Просто, понимаете, на этой хрени никуда не проехать. Вот в чем проблема. Просто тупо никуда не проехать. Ее куда-то надо вставить в угл-карту, как она там стоит. По факту не могу проверить, допустим, ходит ли она по воде. Но, опять же, я думаю, что вы это сделаете и без меня. У меня просто сейчас нету в наличии такой карты, на которой я бы мог проверить ее рабочую способность в воде. То есть, напишите, если что, мне в комментариях. Ссылка внизу на этот мод есть в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и комментируйте обязательно. Подписывайтесь на паблики в ВК и в Фейсбуке. И всем удачи, всем пока. И не делайте подобного рода дерьмища. А по-другому я не могу никак назвать. Матрас. Надувной. Так и назову. Надувной матрас. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...